И я, кстати, оставлю ссылку под этим видео на ссылку другой девушки, которая недавно уехала из Канады обратно в Одессу. То есть даже при... учитывая, что в Украине сейчас такая обстановка нестандартная, она выбрала вернуться в свой город, хотя девушка тоже успешная. Она знала хорошо английский, она закончила университет, у неё была работа, но она предпочла жить жизнью, которой она жила, и я её очень хорошо понимаю. Я бы, может быть, тоже вернулась бы, но у меня есть муж, и я не хочу от него уезжать. И, в принципе, я не могу сказать, что мне здесь плохо, я здесь уже привыкла, и у меня есть другие предпочтения, теперь я хочу поговорить о плюсах, которые были вызваны минусами изначально. То есть когда я приехала, я влезла на стену, потому что мне не хватало моего привычного социального круга, мне не хватало какой-то самореализации, что я теперь не зарабатываю деньги хорошие. То есть в России я была юристом, и я считаю, что у меня уже хорошая такая карьера была, и развитие, и денежные средства, как бы там были большие перспективы. Здесь, как бы, получается, что я ни на что не способна толком, только вот в магазин какой-то идти, опять же, из-за английского, из-за отсутствия местного образования. Потом отсутствие возможности ходить там, вот как мы раньше ходили, там, постоянно в кафе, кино, куда-то ещё, вот, отсутствие друзей, и мне было очень тяжело. Но тогда всё-таки пришлось, кстати, вот сзади там, я не знаю, видно, не видно, тоже такие клумбы красивые, всё ещё зелёные. Вот, пришлось мне выходить из этой ситуации, я начала заниматься рукоделием, то есть я начала заниматься изготовлением кремов. Но, кстати, про крема, если вы следите за мной в инстаграме, то вы знаете, что у меня есть небольшой магазинчик, где я выкладываю там свою продукцию. Почему я начала заниматься кремами, потому что у меня очень большие проблемы с кожей, начались в Канаде высыпания много и так далее. Я начала пользоваться только маслом ши, и мне очень понравилось, начала кожа выравниваться, намного стало меньше высыпаний, но со временем кожа начала адски сохнуть. И дальнейшее исследование, ну, поиск информации привёл к тому, что нельзя чистое масло очень долго на кожу, наступает обратный эффект. Кожа настойчается и начинает очень сильно пересыхать, потому что масло делает плёнки на коже, которые размягчают кожу, и в итоге кожа очень сильно начинает испарять влагу. Но при этом не нужно отказываться от масла совсем. Масло очень хорошая вещь, если использовать дозированно, курсом или как маски. Но, в общем-то, пришлось, необходимость была в креме. И, ну, в общем, долгая история, коротко, да, я начала делать свою косметику очень-очень успешно, я считаю. То есть у меня сейчас уже есть свои клиенты, которые уже не первый раз заказывают, я очень рада, что им нравится. В общем, здорово. Потом я начала вязать. И вязать мне тоже очень понравилось. Сейчас упирается опять в отсутствие. Я, наверное, повторяюсь, да? Мало времени, но всё равно что-то вяжу, очень классно, очень здорово. Более того, совместно с бабушкой, моего мужа, мы открыли магазин на ИЦИ. Если вы знаете такое, ИЦИ это рукоделие, типа ebay, только с рукоделием всяким. Вот мы там открыли магазинчик, она вяжет шали по моему научению. Сначала я их сама вязала. И, в общем-то, я ей показала, как чего. Она их вяжет, мы даже немножечко уже продали. И будем, надеюсь, развиваться. Потому что и бабуле хорошо, ну, и мне как бы приятно ей помочь. Потом что ещё? У меня вообще много задумок, но на всё нужно, конечно, средства и время. И мы купили в мае дом, как вы знаете. Теперь нужно там всё обставлять и делать. Блин, мне хочется вот вам показать, наверное, как-то дома, но освещение не самым лучшим. Да, там какой-то стрёмный дом. Образом играет. Вот. Так что и мне, как бы, значит, начало очень это нравиться. Я завела свой блог. Пишу я там по настроению. У меня нет расписания. То есть, когда у меня есть inspiration, вдохновение. Когда у меня есть вдохновение, то есть я пишу. Если нет, я не пишу, так что извините. Инстаграм веду постоянно, так что подписывайтесь на мой инстаграм. Появились тут знакомые, но все мои знакомые и женщины, с которыми мне сейчас интересно общаться, им всем за 40. Потому что... Почему? Потому что, ну, не знаю, наверное, я тоже старая старушка уже по менталитету. Я не знаю. Я реально уже как... Такой ощущаюсь я каким-то старым человеком. И, ну, что старым человеком, а таким, не то что мудрым, что ли. Ну, каким-то таким рассудительным как-то. Или интересы у меня уже такие какие-то, не такие, как у молодежи. Может быть, я бы через это, потому что очень рано все прошла. У меня очень было много всяких гулянок. И студенческая жизнь такая бурная была. И сейчас мне это вообще не интересно. Интересно уже что-то такое серьезное. Хочется завести детей, заниматься домом, сажать огород. Вот, вот, кстати, у нас маленький очень огород, но я там пытаюсь... Начала там огурцы выращивать и так далее. Слушайте, я уже, наверное, очень много всего наболтала. Вот. Это было коротко о трех моих... Наверное, не коротко, длинно, о трех моих годах. Хотела еще сказать, что я, наверное, не буду вдаваться в своих видео, в подробности о том, как подключить телефон, как сделать то в Канаде, как сделать то. То есть если у меня будет какая-то тема, которую мне захочется осветить, такая техническая, да, про жизнь в Канаде, я сделаю. Но таких постоянных видео, как тур... Точнее, как инструкция по жизни в Канаде для иммигрантов, я такое делать не буду, потому что у меня просто нет на это времени и желания уже тоже нет. Это было интересно поначалу, но спустя три года как-то уже не хочется. Вот. В общем, я прошлась, и на удивление мне не впечатлило. осенний вид этой улицы, по которой я ходила. Но все равно надеюсь, что вы что-то там увидели сегодня, там домики, улицы, и какое-то у вас представление есть. Да, кстати, опять же, не хочу вас водить в заблуждение. Те домики, по которым мы сейчас ходили, это далеко не каждый так живет. Я вам сейчас покажу, где мы живем, то есть на соседней улице. У нас намного проще, дома меньше. Это мы ходили там, стояли они отдельно стоящие, и стоят такие дома. Где-то под, ну, под 500 тысяч, да, в Канате, где мы живем. Если их покупать в GTA, такие дома, я думаю, стоят под миллион. Вот. А у нас это считается уже как бы пригород Оттавы. Ну, и Оттава сама по себе дешевле, чем Торонто. Вот. А сейчас вот я вам покажу. То есть, а, опять же, чтобы вы понимали, 500 тысяч могут позволить себе только люди, либо если у мужчины свой какой-то очень успешный бизнес, то есть работая, например, просто как инженером, не супер каким-то крутым, ты такой дом себе не можешь позволить. То есть, либо нужно было, чтобы бизнес крутой, либо чтобы два человека работали на хороших оплачиваемых работах, да. Ну, таких, какой же пример провести? Ну, хотя бы какой-нибудь маркетолог, например, да, один человек, да. Второй там какой-нибудь там, я не знаю. Ну, в общем, такие вот среднего класса профессии. То есть, работникам, если человек один среднего класса работает, он не может себе такой дом купить. И вот сейчас я вам покажу наш Нейберхуд. Вот я уже зашла на наши улицы. Сейчас, кстати, Хэллоуин. Люди начали украшать. Вот здесь такие трёхэтажные домики. Видите, они стоят вплотную, таунхаусы. Сзади есть небольшой дворик. У нас двухэтажный дом, потому что я категорически не хотела. Вот у нас вот такие домики. Видите, здесь сзади вот бакьярд. То есть дворик. Категорически не хотела трёхэтажный дом, потому что прыгать по ним, как козёл, тоже неприкольно. Мы сейчас на двухэтажах-то. Но, представляете, нужно пропылесосить, например, подвал. Один уровень вниз, да. Потом первый этаж, второй этаж. То есть пылесос надо носить по трём этажам. Так же, как и все с мощью, среяться и так далее. Потому что, я не знаю, для меня, например, это очень бестолково. Столько средств накупать и хранить их. Вот, смотрите, тоже. Паутину навешали. Всякие, типа тыквы в пакеты какие-то. Но всё равно, даже несмотря на то, что в нашем дворе нет красных деревьев, листья везде падают, нападали. Очень красиво. Вот, это вот мой как раз двор. И у нас абсолютно вот такой же дом. Двухэтажный. Гараж. Небольшой дворик. Ну, такой дворик, знаете, хватает. Для барбекю пожарить, там немножко зелено посадить, огурцы. Я как бы сейчас в этом году, в следующем году собираюсь убирать свои клумбы и делать грядки овощные, потому что мы там мало бываем времени. В этом дворе. И хоть, чтобы какая-то от него польза была. Тем более, мне нравится копаться. И мне очень нравятся свои овощи, которые выращены без пестицидов, органические. Потому что органическая еда всё-таки очень дорогая. А хочется кушать всё-таки органическую еду, потому что настолько много исследований показывают соотношение питательных веществ. То есть там в десятки, сотни раз в органической еде, в продуктах их больше полезности, нежели в обычным образом выращенных на удобрениях, с пестицидами и так далее. Вот. Я сейчас уже подхожу прям конкретно. Вот там заборы. Это как раз один... Это наш дворик. Там, за забором. И сегодня я, кстати, хочу заметить 19 октября, по-моему, или 20-е. Я даже не знаю, какой сегодня день недели. Что выпало от меня 19-е, по-моему. Сейчас я вот выхожу, дохожу. Смотрите, как красиво здесь листья везде. Вот, кстати, огромная липа стоит. И у меня на дворе там тоже липа. Я здесь летом. Точнее, весной собираю липу. Или летом. Летом, да. У нас перед домом ничего красивого нет. То есть у людей здесь хотя бы есть какие-то клумбы, газоны. У нас, вот видите, стрёмно ещё всё, потому что просто мы не дошли руки до этого. Я уезжала в мае в Россию. У меня здесь просто не было. Мы ничего не делали. И сосед наш вот здесь живёт. Его вообще никогда нет. Ну и вот так выглядит наш дом. Гараж. Там второй этаж. Вот я, в общем-то, пришла. Надеюсь, что вам понравился мой растянутый влог. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok